В эфире студия 7 и я ее ведущая Екатерина Кузьминых. С 21 по 23 апреля в Красноярске пройдет фестиваль креативных индустрий, который приурочен ко Всемирному Дню Творчества. Для красноярцев и гостей города готовят специальный креативный маршрут по проспекту мира и он будет включать более 15 локаций. Это мастер-классы, лекции, экскурсии и даже квесты. Ну а фестивали и вообще что такое креативная индустрия? Сегодня поговорим с директором Сибирского института развития креативных индустрий Александром Черниковым. Александр, здравствуйте. Добрый день. Ну давайте начнем все-таки с фестиваля. Я так понимаю, что он впервые проводится? Да, конечно. Что это такое, что за локации, как в нем поучаствовать? Существует такой праздник, Международный Всемирный День Творчества и Инновационной Деятельности. И организация Сибирского института развития креативных индустрий уже год как занимается созданием условий для развития креативного предпринимательства в городе Красноярске, в Красноярском крае. Естественно, мы приняли решение о том, что необходимо сделать этот праздник таким профессиональным праздником для сообщества, для представителей креативных индустрий. Вообще в целом показать жителям города, что такое креативная индустрия, в чем они выражаются, насколько они доступны и понятны каждому жителю города, туристу, в чем они представлены. И было принято решение провести такой городской формат мероприятия с максимальным вовлечением жителей города, с максимальным вовлечением представителей сообществ креативных индустрий. И действительно, с 21 по 23 апреля мы проводим такие серии мероприятий, я бы сказал. В первую очередь, конечно, это креативный маршрут, который совместно с представителем креативного бизнеса, с нашими партнерами мы проводим. Более 15 локаций, как вы уже упомянули, в этом маршруте будет представлено. Начнется все с Кица, да, это культурный центр, площадь мира, закончится все это в креативном кластере «Квадрат», который является такой базовой точкой нашего сибирского центра. Это в дворе «Квант». Это парковка внутренняя «Кванта», одно из зданий «Кванта», где сегодня развивается такое главное креативное пространство города Красноярска. И на самом деле, маршрут настолько интересен, ровно потому, что вовлечение наших партнеров было максимальным. Это разного рода и книжные ярмарки, и мастер-классы виниловых пластинок, это и какие-то театральные постановочные вещи, да, это и какие-то квесты. И это все проходит в центре города, в максимальной доступности для всех желающих, и посетить можно все максимально просто и бесплатно. Александр, скажите, ну то есть это какое-то выделено время или в любое время за эти два дня, это просто прогулочный маршрут, когда нужно прийти к площади мира и дальше пойти гулять по каким-то, не знаю, указывающим стрелкам? Как это на практике реализовано? Ну, в мероприятии есть сайт, естественно, на сайте есть, во-первых, сам маршрут, откуда начинается, где заканчивается. Там прописаны все форматы мероприятий, прописаны в какой день, в какой локации, в какое время они проходят. Естественно, для того, чтобы посетить, поскольку спрос очень высокий, нужно зарегистрироваться предварительно, потому что мест, количество ограничено для того, чтобы попасть на какой-то... А это будет какое-то сопровождение в рамках этого маршрута? Нет, сопровождение не будет. Или просто каждая локация работает? Это отдельная локация, можно прийти на какую-то одну. Это набор точек, набор активности, которые в эти дни там будут происходить. И, конечно, непосредственно вы приходите в то, которое вас заинтересовало, предварительно записавшись, участвуете в нем, получаете какие-то эмоции, пользу, навыки, какие-то, в том числе, интерактивные вещи. И, помимо прочего, как я упомянул выше, в креативном кластере «Квадрат» будет, помимо прочего, также огромное количество активности. Это будет и выставка современных фотографий у нас в креативном пространстве, это будут какие-то мероприятия, которые тоже достаточно широко будут освещаться. Самое главное – это предварительная регистрация, для того, чтобы попасть на все мероприятия, которые могут переглянуться каждому из желающих. Все мероприятия бесплатные? Все мероприятия бесплатные, за исключением нескольких форматов, они буквально за символическую стоимость, ровно потому, что где-то есть какие-то затраты на расходные материалы, еще какие-то вещи. И поскольку не все мероприятия в чистом виде организовываемые, это зачастую партнерство, конечно, есть где-то какие-то стоимости, затраты. Но, говорю еще раз, 99% мероприятий бесплатные, несколько форматов за предварительную оплату. Есть какой-то у вас любимый формат, на который бы вы точно предложили сходить? Ну, конечно, наверное, я бы отметил, как минимум, мероприятия, которые проходят в клубе «Дом». Это будет книжная ярмарка, это будут поэтические форматы. Но книжная ярмарка в усеченном таком формате, не в глобальном, как мы привыкли видеть ее, наверное. Она в очень таком локальном формате, ровно потому, что, конечно, мы в первую очередь развиваем сибирских креаторов, креаторов Красноярского края, представителей индустрии Красноярского края. И поэтому большинство из представленных там будут именно писатели Красноярского края, тех, кто что-то создают в издательском деле, в книжном деле. Помимо прочего, я бы, наверное, как любитель музыки, опять же, я бы, наверное, предложил форматы мастер-классов в музыкальном пространстве «Круги», где про винил будут рассказывать, будут рассказывать о том, как эта индустрия работает, кем она представлена, как начать этим интересоваться, покупать, коллекционировать. По-моему, Владимир Василенко проводит. Да, да, да. Вот. И, собственно, на самом деле очень много форматов. Я думаю, что на любой вкус найдется формат. И именно по этому принципу мы старались сделать его таким многоуровневым, многоступенчатым для того, чтобы, с одной стороны, подсоции все индустрии, которые есть в Красноярском крае, которые ярко представлены, с другой стороны, чтобы был интерес. Потому что, в первую очередь, эти мероприятия мы вовлекаем жителей города, показываем им, что креативные индустрии, они во всем, начиная от IT-индустрии, заканчивая архитектурой. Я как раз хотела спросить. Ну, во-первых, сам праздник называется «Творчество и инновационная деятельность». Вот в моей картине мира, ну, с творчеством более-менее понятно, а инновационная деятельность – это исключительно, ну, там, помимо новизны, все-таки технические какие-то специальности. Это там IT и физика-математика в основе. И я не очень понимаю, как это совместимо. Почему креативные индустрии? Давайте так вот с самого начала начнем. И как соотносится творчество с креативными индустриями? На самом деле, творчество, понятное дело, что категория намного более широкая, потому что творчество – это форматы от хобби до профессиональной самореализации. А креативные индустрии – это ровно про то, где есть продукт, есть монетизация. Креативные – про творчество. Это, грубо говоря, монетизация творчества. Конечно, да. То есть креативные – это ровно про творческий потенциал, про интеллектуальную деятельность, про высокую добавленную стоимость продукта. А индустрия – это ровно про бизнес, про предпринимательство, про упаковку, маркетинг, продвижение, нейминг, узнаваемость, монетизация и все, что связано напрямую с продажами и увеличением этих продаж. И, конечно, поскольку Международный день творчества, то в основе креативных индустрий все равно лежат творческие начала. Это всегда высокая добавленная стоимость благодаря именно интеллектуальному вкладу в любой продукт. Исходя из этого, креативные индустрии, которых сегодня в Российской Федерации 16 насчитывается, официально утверждены. Вот это тоже об этом надо отдельно поговорить. Очень важный момент, потому что есть разные рубрикаторы, есть разные классификаторы. По каким-то определенным классификаторам их там порядка 40 насчитывается. Ну, в Российской Федерации принято выделять 16. Основные из них это киноиндустрии, издательское дело, дизайн в широком смысле, как промышленный, так и дизайн интерьеров, да, там дизайн каких-то отдельных... Компьютерные. Компьютерные игры, да, геймдев, VR. Это все, что связано с музыкой, это все, что связано с исполнительским искусством. Это театры, постановочные какие-то истории. Это достаточно большой набор всего, что связано с ивент-индустриями. Это экономика событий, экономика впечатлений в большом смысле слова. И ровно поэтому креативная индустрия есть во всем. Креативная индустрия создают городские пространства, создают комфортную, удобную, современную жизнь в городе. Именно это является таким большим маркером в части иммиграционной привлекательности региона, города. И этот праздник, то, что мы делаем, да, то, как мы вовлекаем жителей города в то, что мы хотим продемонстрировать и показать, он открывает креативную индустрию с точки зрения доступности каждому человеку и жителю города. Вы в том числе говорите людям, вот смотрите, вы носите платье красивое. Ребята, это продукт креативной индустрии. Ребята, это креативная индустрия. Инновации есть, потому что зачастую креативная индустрия, это про создание, наверное, из 16, которые я перечислил, да, большинство из них, они связаны с созданием нового продукта. Новый продукт – это всегда новаторство, это инновации. Даже если мы говорим про цифровизацию, там всегда даже самый обыденный процесс, если они перекладываются в цифру, это процесс инновации. Это что-то новое, это упаковка, это продвижение, это упрощение жизни. Представляете, как бы сейчас Александр Сергеевич Пушкин вдруг удивился бы, что какое-нибудь новое стихотворение, роман или поэма – это инновация? Отчасти, наверное, это можно сказать так, потому что даже в части издательского дела вообще все издания каких-либо даже поэм, либо каких-то сказок детских, да, что сейчас очень популярно на самом деле в городе Красноярске, это все сегодня доступно в разных формах, как в бумажной, так и электронной, в аудиокнигах. И процесс цифровизации и инновации в широком смысле слова, он коснулся, наверное, любой сферы деятельности нашей сегодня, жизнедеятельности, бытовой деятельности. Поэтому эти процессы, они, наверное, каждый особняком стоящие, там, инновации, креативные индустрии, творчество, но они в очень понятной связке находятся и дополняют. Ну, и еще они были всегда, то есть, как бы, творчество очень древняя история, но сейчас просто ее вот так как-то обобщили и взяли под крыло. Ну, отчасти и да и нет, существовали, конечно же, всегда. Почему сейчас такое внимание? Потому что очень много талантливых людей, и креативные индустрии, в первую очередь, это борьба за людей, за человеческий капитал. Важно и нужно создавать даже в таких регионах с таким большим, мощным промышленным потенциалом, как Красноярский край, условия для самореализации. И самореализации не только молодежи, самореализации, в принципе, любого жителя города, чтобы он понимал, что он смог найти себе дело по душе, что он пригодился, что он здесь самореализовался. И он приносит в том числе пользу не только обществу, но и экономике, поскольку уж мы говорим о развитии креативной экономики в регионе. А вот здесь как раз, ну, очень уместно поговорить в целом про Сибирский институт развития креативных индустрий. Вот именно как институция, зачем появилась эта организация? Есть огромное количество инфраструктурно-поддержки предпринимательства в Красноярском крае, так или иначе они... Малого бизнеса начала, там как бы миллион, все что угодно. По большому счету, тема достаточно известная, очень понятно, что нужно предпринимателям, это быстрые дешевые деньги, это какие-то налоговые льготы, это какие-то... Ну, вы знаете, иногда предприниматели говорят, что нам ничего не надо, отстаньте от нас. Поскольку занимаюсь более 10 лет поддержкой, государственной поддержкой предпринимательства, я понимаю, что такие предприниматели, конечно, есть, да. И уровень их успеха позволяет им говорить о том, что они ни в чем не нуждаются, лишь бы их не трогали. Но подавляющая доля большинства предпринимателей, да, это все-таки представители микро, малого и реже среднего бизнеса, которые являются получателем таких услуг, да, вообще в принципе государственных. Так вот, как раз для такой аудитории любого рода содействия, даже создание условий для того, чтобы у них произошло какое-то изменение в качестве, да, в развитии их проекта, бизнеса, оно всегда имело место быть и продолжает быть актуальным. И институция, как наша организация, Северский институт развития креативных историй, вот уже буквально недавно был год с момента создания, она была создана по нескольким причинам. Первое, это для того, чтобы сосредоточить все ресурсы в организации, которая сможет заниматься, целенаправленно созданием условий для развития непосредственно креативного предпринимательства. Это очень специфичный сектор экономики, я вам сразу хочу об этом сказать. Это не те, кто привыкли заниматься традиционными видами бизнеса. Это художники, это музыканты. Их вообще в рамки загнать невозможно. Да, это во-первых, а во-вторых, я часто повторяю, наверное, одно и то же, но это важно. Они слишком сильно сосредоточены на создании своего продукта, они так погружены в процесс интеллектуальной и мыслительной деятельности, что для того, чтобы стать ячейкой экономики, у них не хватает ни времени, ни желания, невозможность зачастую компетенции. Ну и знания. Это же известная история, что художнику нужен хороший продюсер для того, чтобы он мог превратить его художество в товары и их продать. Но вот институт он для того, чтобы как раз продюсировать? Конечно. У нас три главных задачи. Первая – это аудит. Я сейчас объясню про каждую. Аудит, доращивание и продюсирование. Это три таких мощных кейтана, которые стоит вся наша деятельность. А в аудит попадает все, что связано с анализом проекта, анализом его экономической составляющей, его потенциального какого-то разворачивания, масштабирования, монетизации в дальнейшем. Аудит – компетенция руководителей команды проекта, потому что у нас есть мощный ресурс обучения, образовательные программы. Мы как индивидуальные какие-то модули образовательные проводим, так перевозим разных спикеров по разным тематикам. Вот буквально в самое ближайшее время у нас будет реализована программа с фондом Сколково, которая была написана специально для Красноярского края. Это акселерация креативного предпринимательства. Она будет длиться три недели в формате онлайн. То есть разного рода и объема масштаба у нас есть образовательные возможности, для того чтобы подтянуть команды, их компетенции. Можно сразу, прерву, уточняющий такой вопрос. А для того, чтобы поучаствовать, например, в этом образовательном модуле, нужно в какой-то ассоциации состоять? Или просто можно поднять руку и сказать, я художник, я писатель, я креатор, я там кто угодно, дайте пустите меня послушать? Естественно, поскольку мы работаем в сфере государственного управления, государственным созданным организациям, правительством Красноярского края, у нас все на конкурсной основе и максимально широкое вовлечение во все наши меры поддержки. Поэтому для того, чтобы поучаствовать в какой-либо образовательной программе или заявить на какие-то меры поддержки, необходимо, во-первых, о нас узнать через наши многочисленные ресурсы, это и социальные сети, и сайты, и вообще в целом достаточно объемная информационная компания, и изъявить желание о своей готовности поучаствовать где-либо, в чем-либо, и получить какую-либо услугу путем заполнения заявки. Эту заявку рассматривают наши специалисты, и, собственно, далее предприятие получает нужную поддержку. То есть если вы решаете, что индустрия достаточно креативная, и человек вам подходит... Механика намного более детально проработана, естественно, да, но сам факт в том, что для того, чтобы получить какую-то меру поддержки, необходимо просто изъявить желание для того, что ты в ней нуждаешься. Мера поддержки, мы сейчас говорим про нефинансовые, например, образовательные. Про нефинансовые в первую очередь. Едем дальше про... Второй блок — это все, что касается доращивания. Доращивание лежит в плоскости. Когда проект заходит какой-либо под заявку, да, выявляются какие-то сложности в этом проекте, для него выявляется ряд направлений работы. Где-то нужна сертификация, где-то нужно пакетование, где-то нужны какие-то определенные, допустим, истории с упаковкой либо маркетинговыми исследованиями под какой-то проект. Это выражается все в определенный план действий. И в качестве содействия предпринимателя мы ему оказываем услуги. Набор услуг, который его сдвигает с мертвой точки в его задачах, там, развитии его проекта. Ну, то есть дорисовывать картину вы не будете, книжку не допишете, платье не дошьете. Маркетинговую стратегию, стратегию продвижения. Вы не сталкиваетесь с сопротивлением художников? Я художник, я так вижу. Я хочу вот так, не нужно мне никакой маркетинговой стратегии, я не хочу быть, там, дорого продаваться, я хочу творить. Это же... Во-первых, ну, естественно, мы не навязываем, да, эти вещи. Или наоборот к вам приходят как раз с этим запросом, помогите мне продать. Те, кто приходят, они, конечно, как сказать, они мотивированы. Они четко понимают, что у них либо что-то не летит, либо какой-то процесс не развивается. А просто искать на улице тех, кому нужно помочь чем-либо, да, это, конечно, не наша главная задача. Мы работаем только с теми, кто активно готов, ну, за результат бороться, собственно. И в этой связи, даже если есть код сопротивления, мы часто с ним сталкиваемся. Вы правильно отметили самую такую яркую аудиторию этих представителей, сопротивляющихся. Это, конечно, люди, которые работают в арт-индустрии, во всей, все, что связано с искусством, потому что у них на все, конечно, свое видение. Но в целом мы ведь не за то, чтобы создать какую-то новую систему продвижения. Есть огромный и всем понятный инструментарий, как сделать что-либо более узнаваемое, как сделать это более привлекательным, как улучшить этот продукт, и как сделать его, в конце концов, очень хорошо продаваемым. И здесь азбуку заново прописывать не нужно. Инструментарий, арсенал, он очень понятный. Мы предлагаем наши ресурсы, предприниматель пользуется ими. Идем к одной точке, собственно. И третий большой блок, с которого я начал, это продюсирование. Продюсирование, это как квинтэссенция всей нашей деятельности. Она, конечно, связана в первую очередь с тем, чтобы подобрать конкретный набор инструментов для каждого проекта, креативных индустрий, в том, чтобы он стал именно спродюсированным, то есть именно продвинутым, упакованным, с нормальным ценообразованием, с нормальной экономической стратегией, для того, чтобы он стал очень узнаваемым. И здесь мы реализуем две главные задачи. Помимо того, чтобы креатору помочь реализовать его дело всей жизни, очень важно, чтобы эти проекты были крепко связаны с Краснодарским краем. Потому что правительство Краснодарского края в лице нашей организации создает огромные условия для того, чтобы эти проекты приземлялись здесь, чтобы они оставались здесь, чтобы они были крепко... Ну, в конце концов, это имидж края, и было бы странно поддерживать оторванные от региона проекты. Повышать узнаваемость, повышать определенную привлекательность региона, в том числе с точки зрения приземления здесь творческих инициатив. Что здесь есть все условия... Давайте будем честными, решать в том числе свои государственные задачи за счет этих творческих ребят. В том числе. В этой связи можно разложить эти три больших главных блоки работы на такие блоки услуг. Это образование, это продюсирование, это услуги конкретные для бизнеса, начиная от консультирования, заканчивая какими-то очень понятными услугами, которые я перечислил. Это и анализ экономической деятельности, и финансовые, и юридические услуги, какие-то уцсорсинговые вещи. Это в основном такая вот именно помощь и поддержка просто экспертная? Либо экспертная... Ну, то есть не финансовая? Нет, то есть прямых финансовых мер поддержки мы не оказываем. В этом смысле денег не раздаем, да, и никаких результатов за эти деньги, которые раздали, не спрашиваем. То есть это такие услуги, которые позволяют поставить на бизнес-рельце процессы в каждом проекте. Почему? Наверное, закончим, да. Образовательный процесс — это услуги, это продюсирование, это выставки, ярмарки. Очень много в этом формате мы отрабатываем предпринимателями, потому что есть огромная проблема с насмотренностью, с культурой потребления, и невозможно делать хороший продукт, не понимая, куда движется мир, как развивается индустрия, и это тоже очень важный аспект. И последним, но не позначительно по числу, это креативный классер-квадрат. Это креативное пространство, которое сегодня многофункционально развивается в нескольких направлениях отдельно. Давайте про квадрат чуть позже, потому что я хочу, ну вот раз мы говорим про структуру вот такой поддержки, это красноярская ноу-хау, или это общая федеральная структура и схема, там, разработанная в Москве, которая просто дальше спускается по регионам. Здесь важно подчеркнуть то, что по всей стране сегодня идет повышенное внимание к креативным индустриям, но каждый регион в своем понятном формате развивает и поддерживает это направление. В Красноярском крае с чего все началось. Прошла первая российская креативная неделя, я думаю, все помнят это мероприятие, проходило в 2021 году, и после него было принято решение, что спрос вот и внимание к креативным индустриям, как, собственно, и представителей самих креативных индустрий в городе настолько много, что, наверное, правильно выработать бы какой-то общий системный подход к работе с ними и к поддержке этих институций. И было принято сразу, как бы, такое единственное правильное решение, да, в этой связи, это создание отдельной институции, которая займется этим направлением работы. И в этой связи самое главное в том, чтобы она не занялась дублированием уже существующих, там, центра мой бизнес, как и других инфраструктур, там, инкубаторов и так далее, что в Красноярске есть, существует, развивает их. Но там как раз, я так понимаю, финансовая помощь чаще всего. В том числе, в том числе. Но наша же миссия, в том числе, быть и таким буфером обмена информации. Потому что креативные индустрии, сообщества и представители этих индустрий, люди, которые никогда не обращались за помощью государства, за содействием государства. Они потому и креативные. Они находятся, да, так несколько подальше, поглубже. И общаться с ними нужно на одном языке, выявлять эти сложности и пытаться решать эти как-то системные проблемы. И было принято решение создать вот такую организацию, как Сибирский институт развития креативных индустрий, которая будет находиться одновременно, так скажем, в сообществе, да. Но, с другой стороны, будет в качестве инструментария применять такие мироподдержки, которые бы действительно квантово позволяли бы сдвинуть с места эти самые креативные индустрии. И другие регионы, конечно, где-то по такому же пути идут, да. Где-то этот функционал лег на какие-то фонды, допустим, поддержки предпринимательства. На самом деле, сути это не меняет. Во всей стране сегодня регионы и правительство каждого региона борются за хранение человеческого капитала в своем регионе, борются за то, чтобы та самая творческая составляющая привносила большой вклад в экономику. Потому что, когда мы говорим про креативную индустрию, это ведь в том числе и промышленность захватывает. В каждом большом проекте, даже в средневом, всегда есть место промышленному дизайну, маркетинговым стратегиям, продвижению, брендингом, неймингом, узнаваемости. Это все неотъемлемая часть даже самого крупного, очень капиталоемкого проекта. Но само по себе это в том числе создает некий пласт и толчок для развития маленьких предприятий, которые становятся участниками больших, важных экономических процессов. Именно вот в этом наша главная миссия. Александр, понятно, что год это очень небольшой период для того, чтобы подводить какой-то средств, тем более, когда речь идет про творчество. Но вот те самые творческие единицы и креативные ребята, которые приходят, обращаются к вам за помощью, начинают в вашем котле вариться, они так говорят, вы нужны? Ну вот, как бы, они жили и раньше. Кто-то успешно продавался, кто-то менее успешно. А сейчас появилось дополнительное подспорье. Ну, что они-то сами про это думают? Ну, наверное, конечно, релевантным будет... Спросить у них, я понимаю, но могу только у вас. Спросить у них, но за год какого рода результаты, наверное, я бы смог подчеркнуть. Для того, чтобы системно влиять на такие большие глобальные категории, как креативная экономика, индекс которой измеряется сегодня вкладом этой самой экономики как в ВВП, так и в ВРП каждого региона. И есть по этому поводу уже федеральные документы, есть стратегии развития креативных средств, есть дорожная карта развития, собственно, креативных средств. Вот сейчас мне кажется, что все креативные индустрии должны просто с ума сойти, потому что когда художнику говоришь про дорожную карту, он падает в обморок и перестает быть художником. Художнику знать про эти дорожные карты не обязательно, важно знать нам и, собственно, тем, кто реализует эти все задачи, ровно потому что есть намеченные конкретные векторы, куда мы движемся и каких результатов мы хотим достичь. И неотъемлемым в этих во всех задачах стоит то, что работаем, то мы на благо ровно развить эти самые креативные индустрии. Наша задача создать условия максимально безбарьерные для того, чтобы эти индустрии, во-первых, стали участниками экономики. Большинство из них сегодня не представители экономики, они не ИП, не самозанятые, не другие организационные правовые форумы. Они не платят налоги, не принимают людей, то есть не повышают занятость населения. А это ведь все немаловажно, неотъемлемые части развития экономики. Ну для экономики, безусловно. Для них самих, наверное, их качество жизни от этого никак не изменится. Вопрос масштабирования любого проекта, он всегда упирается в занятость населения, в инвестиции, в монетизацию и так далее. То есть любой проект, если он должен быть коммерческим, он так или иначе всегда приносит эффект экономики, а экономика приносит эффективу. Поэтому, конечно, когда ты пишешь картину и не продаешь ее, ты не участник экономики. Когда ты ездишь на ярмарки, продвигаешь себя, повышаешь свою узнаваемость и начинаешь продавать картины, ты повышаешь и свою узнаваемость, и узнаваемость той региона, в котором ты вырос как художник, как мастер. Ты повышаешь узнаваемость и экспертность той школы, в которой тебя вырастили. И по большому счету это такой замкнутый круг, где все, ну как говорится, вин-вин, все побеждают. У нас буквально осталось несколько минут, мы хотели поговорить про квадрат. Да, про квадрат. Что это за пространство? Это сегодня такая институция, которая многофункциональная, я начал об этом говорить, такая многопрофильная. Сегодня он представляет из себя три таких больших базовых задачи. Первая, это, конечно, в чистом виде креативный кластер. То есть там сегодня у нас находятся резиденты, представители креативных индустрий, которые реализовывают проекты. Это место мастерских. Конечно, мастерские, это офисы, это чистые помещения, это производственные помещения, это центры коллективного пользования, где сегодня уже порядка 30 резидентов находятся, все площади заполнены полностью. Представляются они на льготной основе, то есть это рыночная стоимость, ниже рыночной стоимости ставка. Но самое главное там, эти проекты, они генерируют в виде кластера внутренние инициативы совместные, то есть они коллаборируются и объединяются. Потому что есть якорные резиденты, у которых есть либо компетенции, либо оборудование. И есть маленькие резиденты, которые на этом оборудовании, либо на этих компетенциях реализуют свои задачи. Именно поэтому это в чистом виде экономический кластер. Вторая задача большая, это огромная презентабельная со всеми техническими возможностями событийная площадка, которая, во-первых, является таким подспорьем большим для проведения наших имиджевых мероприятий, такие как неделя моды и другие форматы мероприятий сегодня там проводятся. Но, помимо прочего, это может быть представлено и креатором под их задачи. На льготной основе, точно так же в аренду, с разным родом наполнением. И третья большая задача, это то креативное пространство, которое мы начали развивать с декабря прошлого года. Это шоу-рум креативных индустрий. Оно тоже внутри многофункционально. Три больших задачи внутри находятся. Во-первых, это офлайн-магазин для креативных индустрий. Все самое лучшее, что есть в Красноярске, представленное креативное индустрие, продается там сегодня. Поскольку это мера поддержки, для них это бесплатно. То есть они там продаются ровно по той же стоимости, где продавались бы в другом месте. Это небольшая, но постоянно действующая современная галерея современного искусства, в которой раз в месяц происходит переэкспозиция. И это небольшой в таком тестовом режиме магазин одежды, шоу-рум одежды красноярских дизайнеров. Спасибо большое, Александр. Друзья, я вам напомню главное, что с 21 по 23 апреля в Красноярске пройдет фестиваль креативных индустрий. И вы, и гости нашего города смогут принять участие во множестве интересных мероприятий. Это и мастер-классы, и лекции, и экскурсии, и даже квесты. Подробности вы сможете узнать на сайте фестиваля. Но напомню, что в гостях у нас сегодня был Александр Черников, директор Сибирского института развития креативных индустрий. Всем удачи, до свидания.